добрый вечер рада 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 видеть и слышать тех кому интересно техника акварели под музыкальное легкое сопровождение и интересными в итоге радостными инсайтами ну что лариса добрый вечер я вижу нам присоединяется за лариса добрый 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 вечер у меня набор те же самых кистей кисти я не знаю парус и теперь уже сложно понять где правильно ставится ударение правильно кисти итак смотрите леночка здравствуй здравствуй галим на связи очень рада нью-йорк на связи нью-йорк в эфире ну что кисти у меня готовы рабочая поверхность готова кистей вот у меня тоже знаете как от слова кисть кисти кистей да это как торце да хорошо смотрите я рада благодарю рада видеть да взаимно я переключаю нас на рабочую поверхность да давайте поехали сейчас будем с вами настраивать нашу поверхность чтобы у нас с вами был оптимально нужный ракурс как видно хорошо мне кажется хорошо да давайте посмотрим вот по моему прекрасно видно да да что скажете девочки вам по ту сторону экрана понятнее как оно хорошо да хорошо видно замечательно и так помните вчера кстати скажите сразу музыка не очень громко чтобы я понимала и у нас с вами не было дискомфортно чтобы меня слышали и видели все хорошо у нас нет никаких баланс все замечательно лена лариса мне очень рада что вы сейчас на мной и мы начинаем вот я видите сегодня я положила весь бумаги горизонтально вот у меня такая задумка опять же так как я люблю пейзажи у меня снова снизу меня хорошо слышно елена прекрасно супер итак от цвета помните вчера мы с вами сделали лаванду вот у меня настроение тоже лавандовое ну как лавандовое у нас не будет сегодня лаванды но сейчас посмотрим что у нас получится да давайте начинаем все знают с чего правильно мы смачиваем наш лист акварельной бумаги водой мы уже знаем для чего правильно чтобы вся прелесть акварельной живописи нам раскрылась в полной мере чтобы это было удивительно наблюдать за тем как у нас образуются красивые волшебные подтеки и переходы из одного цвета в другой для меня акварельная техника поиски не волшебная легкая а что самое интересное доступно всем вот каждому представляете это не масляная живописи и не так дорого обходится она по бюджету акварель а сколь удовольствия вы можете себе представить правда так кисти лишние уберем пока нам не надо я готовлю я замешиваю краску сейчас я вам покажу чтобы вы мне верили как я это сделала кстати смотрите я палитру оставила вчера вот эти цвета я буду пользоваться и вот моя краска вот эту краску я сейчас замешиваю с нее мы будем начинать наш и тут этот раз и этого цвета сейчас я возьму его поплотней очень хочется поплотней взять вот вот так кстати вы заметили меня сегодня немножечко я больше подняла поверхность так вот такой у нас будет с вами слой верхний надеюсь вам не скучно наблюдать за моими манипуляциями вот смотрите видите как красная идет ложится красиво хороший цвет и хоть такой мягкий а вот теперь я беру другой цвет и он будет тоже насыщенным хотя и на заднем плане как вам такой что скажете мы с искушением чего-то волшебного да я салат пока еще видите не очень понимаю что будет все спонтанно вот что-то вот такое у меня сейчас происходит причем вот я замешиваю цвета видите у меня одна сторона и другая то что здесь подсохли я пока не пробую вот какой-то вот такой у меня момент прям замораживает очень зажает что скажете девчон и как вам вот этот отварельный воздушный подтек вот здесь особенно переход красивый да где свет светом встречается вот там настоящее волшебство и начинается как я да прям заговорила самое интересное да а вот теперь вот так мне хочется это вот вот и Да, что прикольное, интересно, да, Жанна, здравствуйте, нас Жанна пришла навесила посмотреть, как мы с вами проводим время. Мы очень рады вас видеть, Жанна, оставайтесь с нами, если сможете. Мы тут хулиганим, этюдами балуемся, акварельными. Пока у нас идет вот такая заливка. И здесь я хочу, чтобы у меня потек мой не заканчивался. Я бы добавил вот такую красоту, мне захотелось. Вот, мой, ребята, чего-то такого. Такого-такого. Музыка не мешает? Не очень громко. А то я фанатка музыкальных красивых этюдов. Да, именно, да, да, Лариса, вы правильно сказали. Интересно, краски размываются и формируют картинку. Все верно. Это у меня вот тут что-то присутствует, сейчас вот смахнем. Вот, видите, я еще, уйти все пользуюсь. Вот такой у меня. Это сейчас подмалевок в масляной живописи. Вот такая поверхность, заполненная полностью краской и еще без основного рисунка, называется подмалевок. То есть очертания такие задаются у нас с вами. Убираем лишнее снизу, чтобы у нас на планшет поменьше капало. А вот теперь, смотрите, я сейчас попробую, если у меня, надеюсь, сейчас получится сухой кистью. Вот так я задаю. Вы помните, да, что я делаю? Это графика. Я задаю графичность. Так называемой выборкой. Выборка, выборка, лес и чаще. Да, похоже. Угу. Посмотрите, как интересно, да? Получается эффект такой. И в то же время графичность есть и нету. И она очень нежная и мягкая. Сейчас мы с вами добавим еще немножко цвет. Такой насыщенный. Так я сделала выборку, а сейчас я плотно строюсь. Как вы видите, я все еще продолжаю работать той же кистью. А вот теперь мне интересно, какое бы действие я хотела бы подставить. То ли сделать его прозрачным, то ли... Продолжение следует... что ставите девчонки рассказывайте что видите какие есть эмоции пожелания чтобы вы хотели предложить вы же помните вы мои соучастники и соучастники по по творчеству ничего что музыка вам играет а я тут молчу веточки рисую мы с вами продолжаем акварельный вот это то что я сейчас сделаю это просто графика с полусухой полупрозрачной водой кисточкой и между прочим я пока цвет не меняла как вам музыка не очень гром нормально да там писали что вроде как комфортно слушается это моё благодарю я я благодарю вас лариса да вы вы со мной уже столько времени вот пока вы что захотелось не знаю вы живите да у нас нет ни изум и ничего предварительного никаких то и был абсолютно белый чистый без без наброса без ничего вот так мне хочется а еще наверно мне хочется такое дерево добавить как бы ему было не скучно как-то вот так меня видите сегодня как меня штормит это наверное потому что у нас за окном дождик в нью-джейзи дожди в нью-йорке дождик все наши друзья сидят по домам кто-то пьет ароматный чай а кто-то такие как я занимается творчеством а вы мне создаете вот это творчество атмосферы и помогаете создавать что-то такое интересное вот смотрите видите у нас тут плане уже подсохло все уже можно добавить графику такую интересно да и у вас дожди да вот видите у нас осень осень никуда не деться и не скрыться и не спрятаться и от осени никуда нам не уйти а у меня тут такая полуджазовая глюзовая композиция как раз осенья мне кажется вот так мне видится а вот иди вот так я захотела оба а а а вот видите что я делала у меня одна одна кисть и я все пишу и делаю одной кистью представляетесь да даже забыл что надо поменять вот как у меня уху зерно мне захотелось чтобы оно вот прям вот вот оттуда сбоку откуда вышло и все вот так сейчас мы с вами поменяем Так, теку немножко. Но это еще не значит, что закончено. Вы видите, я почти ничего не делаю. Я просто вожу кистью. По своей рабочей поверхности. И вот что-то такое выходит. Ветки-не-ветки. Главное, что ассоциация правильная. А как она будет выполнена, вы уже сами вы помните, да, мы об этом говорили, что использовать работу невозможно. А самое главное, что неплохой, неплохой, нехороший жилописи. Здесь или то, что нам нравится, откликается, или то, что идет полностью вразрез. С нашим вкусом, с нашим восприятием и нашей жизненной энергией. Вот и все. Вот так вот я еще извела. Зачем? А я не знаю. А вот так захотелось. Я люблю хулиганить. Сейчас еще я попробую добавить. Не знаю, если захочется изменить общий вид. Как вам мое хулиганство? Ну что? Вот так. Вот так я хочу. А теперь ножикой ленивой ломилась Ио. О, да, кстати, да, можно было бы сделать и тю... Ах, Лариса, познала... Видите, у меня уже тут коряги. Уже никак Ива у нас с вами тут не врисовывается. Ну ничего. Ничего. Сейчас мы еще с вами сделаем выборку. Да? Вот так она у нас будет. Ого! Ого! Вы представляете, смотрите, сколько я сегодня нахулиганила. Вообще. Ну что? Другой раз наклонится. Да, возможно, наклонится в другой раз. Я сейчас стою и думаю, у нас с вами вот эта часть, она покрыта неплотным слоем, да, и эта часть тоже получается разноценно. Как-то скучновато, правда? Я думаю, как думаете, вот сюда листу добавить? Давайте добавим. Что скажете, добавляем? Я бы, Даша, добавила, наверное, тоже такой вот красный, огненный, да? Что скажете? Девочки, вы мой ориентир. Вы мои вдохновители. У меня еще потом будет, вот, 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 вот тут у меня тоже есть идея, но это будет чуть попозже. А вот сюда мне хочется добавить, эээ, таких, штрихи, да? Твари! Ой, Лариса, помните, как у них дует, ой, балуете вы меня, балуете! Ну что, погнали! Вот так. Как вам? Такой вариант баловства. Вот так мне захотелось положить вот такие мазки. Музыка. 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 Вот так. Да, вот такой, да, есть такой момент, Лариса. Листочки сейчас покрывают все. Я вот так, я хочу. Ну что? Как вам мое хулиганство? И музыка у нас такая же, да? Хулиганец. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что скажете, Денис Власов к нам прийти и Мюша ненадолго. Очень приятно видеть всех, кто к нам заглядывает на огонек. И хочет побыть с нами в этот интересный творческий вечер. Мне очень радостно. Это пока наш такой лёгкий первый хит, на который мы с вами потратили. Я не знаю, сколько там по времени у нас получилось. Вот так вот еще я хочу. Вот меня понесло. Заштормило меня, заштормило. Да? Штормит меня, штормит? Штормит меня, штормит меня. Но опять пятно. Так вот. а а это у меня захотелось вот именно туда посадить не знаю Продолжение следует... 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 Давайте попробуем что-нибудь легенькое. Помните, как вчера мы сделали тетю легкий посередине, голубой? А давайте сегодня попробуем сделать вот так. Горы хотелось бы сотворить. Горы. Сейчас попробуем. Сейчас я ланю пониже. Вот так, ланила пониже. Вам видно? Все хорошо? Ну что ж, я начинаю? Начнем вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такое у меня настроение. Понимаете, я не знаю, откуда у меня берутся эти краски. Почему именно вот такой цвет мне хочется? Рука сама тянется и выдает вот такие вот цветовые гаммы. Вот цветовой набор. Смотрите, что я делаю. Я добавляю воды для того, чтобы наша акварельная дальше, дальше к нам шла. Вот дальше, чтобы она опускалась к нам. Всем добрый вечер. Я рада всех-всех приветствовать. Вот не жалейте воды и не жалейте краску, когда пишете. Она вам отдаст всю прелесть. Она вам отдаст все, вот-вот всю свою пластику, энергию красочную. Вот пока вот такие мне очень нравится, что вот я сейчас заберу лишнюю воду. Вы видите, да, что я делаю? И кисточка у меня большая. Видите, она плотная. Она большая и она под конусом. В углу это смесь колонка и белочки. То есть тут у меня это... Вот я ее сейчас выровняла вам. Показать, насколько она тон-профиль и насколько она широкая ванпас. Это очень удобная кисточка. Я стою и думаю, вот мне задать отсюда шторм или не задать. Что скажете? Или не задать? Я пока добавила воды. А мы сейчас с вами посмотрим, как оно у нас пойдет. Нужна нам с вами там небесная масса, массив небесный. Нам нужен, а мы не нужны. Сейчас я иду посмотрю. Видите, я просто немножко убираю лишнюю воду. Или оставить... Есть! И добавить очень нежную... Да, вот она акварель. Понимаете, акварель самый важный... Смотрите на мои... У меня кровавые. Сейчас убью кого-то. Вот это именно то, что нам необходимо при акварели. Добить вот эти легкости. Посмотрите, сейчас я немножко добавила воды, чтобы сократить... сократить вот этот контраст, который у нас там с вами был. Так, теперь, что вы мне еще добавили? Ну, говорите, девчон, и так вы думаете. Нужны нам небесные просторы? Им не надо. Или попробуй. А что нам, да? Очень нежно. Да, благодарю, Оленька. Благодарю. Так, ну что? Добавляем? Давайте попробуем. Мы же сами творим свою живую пись. Да? Прям угол. Давайте какой-то он. Вот так. Вот все. А дальше у нас в плане будет... А дальше что будет? Добавлю только цвет немножко другой. Я обожаю ультрамарин. Что вы делаете со мной? Чтобы сделать меня счастливой. Покажите мне работу, где очень много краски. Ультрамарина. Ультрамарина это прям моя сетия. Опять вы видите, что я делаю, да? Вот. Смотрите, как интересно. У меня закрутился поток состекающейся краски. Он прям как бы закрученный. Вот как интересно. Вы знаете, что я вместе с вами открываю новые возможности отварели. Вот чтобы вы знали. Каждый новый этюд это новое, новое, новое. Что-то новое. Оля, вы написали нет. А почему? Мы же сами творцы своего рабочего поля. Так, вот здесь можно убрать. И оставить вот такую вот. Вот так. Вот хочется мне так. Убейте меня. Я не знаю почему. Ругайте меня. Убейте меня. А тут, да, вы видите, смотрите, у каждого будет своя фантазия, что там сбоку или что у нас там. Нет. Я попозже, сейчас у меня подсохнет, слой пока я занимаюсь верхней части своего рабочего листа. Кстати, я сейчас вот еще сделаю такую вещь одну. по-моему, очень интересно, да? Кто у нас там очень активный девочек? Присоединяйтесь. Больше нет голубой сосны, не знаю, я не трогала. Я бы тут ничего не трогала. Исусин. Я вот сейчас думаю, как бы нам задать чуть-чуть графики. Исусин. Горько. 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 Продолжение следует... 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 Думайте, что я делаю? Птичек сегодня не надо Хорошо, птичек не будет А давайте так оставим Пусть так и будет Что скажете? Ну что, вот так у нас с вами получилось По-моему, вполне прилично Легкий, акварельный и тюд Вполне очень даже себе имеет существование На право жить в этом мире И украшать чей-то дом Что скажете? Согласны? Так, у меня есть еще один лист На сегодня приготовленный Если вы не устали Птиц Все, птицы уже улетели Если вы не устали Можем продолжить Что скажете? Говорите Для тех, кто устал Ну, возможно, в другой раз Нам присоединитесь Какая плотная бумага Приколоть ее не так и просто Вот это самый такой момент ответственный Это когда мы с вами Прикалываем лист К планшету А знаете почему? Потому что если У меня сейчас закончились педы Я их заказала Они ко мне идут Так что скоро у нас будет Совсем по-другому построена Наша встреча И сейчас я посмотрю Как нам сделать Вот так, да? Так, лучше? Хорошо видно? Где у меня край бумаги? Край бумаги не вижу Сейчас посмотрим Ага Наверное надо Повыше, да? Так, сейчас я буду Настроить площадь Вот так, наверное, да? Так, хорошо, нет? Нет, тоже не видно Сейчас Вот так, наверное, будет лучше Нормально видно, да? По-моему, все углы Все на месте Все в порядке Угу Вы не устали? Радужное многоцветие Радужное многоцветие Ну, надо сейчас Не подумать Что мне в голову придет На эту тему Сейчас я подумаю Если честно В последнее время Если вы знаете Радугу Что-то так Испохабили Почему-то начали Привязывать к ней Непонятно Какие-то Сексуальные меньшинства Как бы И у меня теперь Радуга Вместо Радости И счастья Вызывает Какое-то недоумение Двоякое чувство Не знаю Как у вас А у меня Ебога Прямо Двоякое Такое чувство У вас такого нет? Все видно Замечательно Так Сейчас я Я помыла Свою любимую кисть Я не знаю Сейчас я подумаю Подождите Вы мне так Озадачили Радугой Я думаю Как бы мне Придумать Что-то такое Радужное 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 Так Я представляю себе Что-то Радужное Радужное Природ Люблю Вот Я тоже Радужное Божественное Мост Это правда Да Сейчас я На мосты Не настроена У меня Знаете Какая Мне Очень Из последнего Нашего Итуда Мне очень Нравится Такой Минимализм И все же Время Глубина Понимаете О чем я Да Минимализм И глубина Вот Я за Вот такой За такой Подход Ошибно Вы говорили Я могу Быть Не права Но Возможно Сегодня У меня Вот именно Такой Момент Аня К нам Присоединилась Аня Моя девочка Моя крестница Аня Нережна Это Моя Любимая Девочка Моя Умница И Красавица Самостоятельный Ребенок Очень Талантливая И Безумно Я не знаю Это Креативная Такая Девочка Ух У меня Всегда Есть Чему У нее Получиться Представляете Мои Крестницы Я Смочила Водой Даже Не знаю До конца Я хочу Смачивать Или нет Я Насчет Радуги Честно Скажу Пока Не обещаю У меня Никаких Идей Почему Не возникло Музыка Негромко Светлана Нам Вот Она Девчонки Налетайте Светлана Пришла Светлана Пришла Нас Навестила А Как Насчет Если Мы Попробуем С вами Сделать Красивый Лес Мы Недавно Делали Помните Но Мы Делали Сизом А Если Мы Попробуем Сделать Радужный Растяжный А Давайте А Что Нам Мешает Правда Давайте Попробуем Нам Некто Мы Сами Сиди Хозяева Субтитры 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 Делали Как Интересно Я Смочила Бумагу И Видите Что Происходит Она Немнож Выгнулась Но Я Не Очень Хорошо Ее Натянула Это Как Сейчас Принято Говорить Мой Косяк Это Я Напосячила Но Тем Не Менее Получился Необыкновенный Эфир Смотрите все пошли в середину, как воронку такую. Правда, интересно? Смотрите так. Сейчас мы с вами... Мне кажется, будет очень прикольно. Сейчас я начну сизову немножко добавлю. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В этой части, насколько красивый, насыщенный переход получился, что вы заметили, что это получилось вообще неожиданно. Что я сейчас сделаю? Я просто добавила графики. Ну, только я добавляю ее со своим цветом, который мне хотелось бы увидеть на работе. Ну, что ставите? Чудесно. Разбирать чудеса. Да, это вот я умею, да, умею. Чудеси, это я умею. А главное, мы все это умеем. Я как-то вытворю, вытворю что-нибудь. Вытворять это я умею. Помните, как они... Вы на каких инструментах играете? Умеете? Умею. Да, на каких? На нервах. Не очень хорошо. Да, вообще такая команда собралась. Смотрите, девчонки, что получилось. Вот такая рычажка, да, ну, немножко я опоздала. Я сначала заполнила плоскость обильной водой, но она успела подсохнуть. Вы видите, вот такие полоски. Это ни в коем случае неплохо. Нет, но вот такой жесткой линии можно избежать. Только если у нас монотонно, равноценно покрыто красной, не красной, а влажной кистью поверхность нашего вареньного листа. Ну что, смотрите, сейчас у меня подсосает немножко, потому что я графику не могу поэдовести. А как вы думаете, что у нас тут? Вот что нам сюда? Птицу? Птица, говорю, отличается умом и сообразительностью. Помните? Чудесный мультик. Так, девчонки, думайте, давайте, предлагайте, предлагайте, что бы вы хотели сюда добавить. Чтобы она чуть-чуть подсохла, иначе я положу... Хотя... Еще сыровато. Пока думайте, предлагайте. Подумайте, что бы вы хотели добавить. Какой такой легкий оценок в наш акварельный заливочный истюд? Вы скажите, необыкновенно получается. Я воду сейчас поменяю. Кстати, чтобы у нас была чистая вода. Скажите, что бы вам хотелось добавить? Я полностью вам доверяю. Воздушный шар? О, воздушный шар! Кстати, хорошая идея! Ленка нам подкинула! Воздушный шар. А? Как вы смотрите насчет воздушного шарика? Надо еще вспомнить, какие они бывают у нас, воздушные шары. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чтобы мне вот туда запустить скорзины вместе. Вот какие они бывают. Надо бы глянуть, да? Посмотреть. А посмотрите, и негде. Какие у нас воздушные шары бывают? Сейчас я подумаю. Может быть, даже два бас-мушных шарика, да? Надо подумать. Мне понравилась идея, девчонки. Идея замечательная. Замечательная. Вообще, просто... Ух! Какая... Сейчас я подумаю, я думаю-думаю-думаю, как вот... Подождите немного. Да, воздушный шар. Скорзины. Да, скорзины. Я сейчас просто... Пока представляю, я хочу один большой. И один поменьше. Два. Вот почему-то два мне кажется, да? Вот впечатление, что надо два. Сейчас я подумаю, как бы мне это... Видите, мы все делаем с вами прямо на ходу. Мне нужно понять, каким он может быть у нас. Они такие разные все, да? Сейчас я попробую сделать. Кстати, мне надо одну поверхность помыть. Я так углевала, что забыла протереть свою рабочую поверхность. Посмотрите, раз, и все заляпали. Здесь жабль. Посмотрите, как чудесно, когда есть мокрая салфетка. Раз, 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 раз. И мы с вами освобождаем новую поверхность. Для новых чудесных свершений. И возможностей. Так, мы с вами почустились. Мы с вами чистые, опрятные, аккуратные. Ого, их там много, да, у нас. Нет, это обычный набор. Это обычный вареньный набор. Кстати, в России есть и... Очень люблю. Очень, очень. Это Ленинград. Красный Ленинград. Или сейчас они, по-моему, называют сам Тетербург. Я имею в виду сами красные. Сейчас, девочки, я пока думаю, как мне начать наш с вами воздушный шаг. А вот так, сбоку. Да, и сюда сбоку. Сейчас я подумаю, где большой, а здесь маленький. Или вот тут большой, а тут маленький. Вот сюда большой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и писала тон и детали вот этой кистью как вам вообще просто вы представляете как это происходит когда ты увлекаешься и не понимаешь что уже пора бы поменять сейчас я с вами тут немножечко и так ой когда же я не туда меня маханула ну пока вот так у меня получилось не знаю я воздушно мешаю и не писала ну во всяком случае сказка бульда в ней намек ну что ух ты вот это прикольно во у вас там своя песня да ну и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он комал, вот наш комок Будем думать, что это шарик воздушный Ну что, смотрите, будем смотреть, как это смотрится вблизи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Действительно видно, значит, смотрите, этот у нас подсыхает ДимаTorzok 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 Сейчас, благодаря вам, вы меня вдохновляете, вы меня направляете, и мы вместе творим. Я пока не снимаю, сейчас я вам отсюда покажу, что у нас вышло. Посмотрите, как вам, не знаю, видно, не видно. Ооо, вот наше совместное творчество, вот такое, вот. Вот такая акварель, все на ваших глазах, без предварительного рисунка. Вот, я не знаю, за какое количество времени, но мы это сделали. И все, что вам для этого надо, я использовала две кисти, плотную большую, и вот такую, для графики. Я вам покажу, чтобы было видно, видно, видно. И набор самых простых акварельных красок. Обычные. Ничего не надо покупать, такого вот, сверхъестественного. Не надо тратить большие деньги, или думать, что это что-то такое неподъемное. Ничего подобного. Что это сейчас? А, и бумажку акварельную я вам показывала вчера, но на всякий случай, кто ее видел, я показываю. Я использую вот такую акварельную бумагу. Она очень плотная. Сейчас я вам покажу поближе. Называется она Strathmore. И сейчас. Плотность у нее 400. Сейчас я вам покажу еще раз ее. Она выглядит, она вот такая плотная. Видите, вот. Она картон. Плотная, очень плотная. На 400, на 130 миллиграмм, по-моему, у нее вес. Вот такая бумага. И она, когда мы заливаем ее водой, она, разумеется, размокает и получается такая, немножко игривая. Ну, она, эта игривость придает еще больше авантюры. На 400, да. 400 это плотность. Угу. А вес бумаги 130 паундов. Ну, паундов. Девочки, я живу в Америке. Здесь все вверх ногами. Я пять лет переучивалась, чтобы понять, что такое сантиметры. Это не сантиметры, а сколько инчи, паунды, майлы, мили, вот эти, а не километры. И фиты, они, как это называют, сантиметры, метры. Для меня вся метрическая система унций вместо миллиграммы. Эй, это, блин, я, я, я до сих пор путаюсь. Я живу тут 18 лет. Я до сих пор путаюсь. Надо мной муж иногда смеется и говорит, что не запомнишься, зачем оно мне надо. Правильно? Акварельное, это был наш ИСЮ, самый первый. Вот это был наш ИСЮ, второй. Вот он. Правильно? Ну, а третий, по-моему, его можно снять. Сейчас я сниму его. Снопочек. Так, слышите, слышите? Вот, вот это наш с вами третий тут. Где мы все на воздушном шаре и под музыку. Вот так мы с вами веселимся. Ну что? На сегодня мы с вами, наверное, попрощаемся. Мы уже там вместе очень долго. Я обязательно сфотографирую, выложу под этим видео себя на стене. Вот, кому интересно, приходите, присоединяйтесь. У нас очень весело. У нас музыкально. У нас акварельно. И у нас просто, я не знаю, на стульках. Импровизационные работы. И вы в них учащите. За Алену, благодарю, за отличную такую компанию, за вдохновение. Благодаря вам, я создала вот это все. И я продолжаю. И буду это делать. И я хочу. И было бы классно, чтобы вы со мной вместе это делали. И мы... И у нас было бы такое вот свое классное, офигенное сообщество. Как вы на это смотрите? Итак, я прям, знаете, как сердце. Такая... Как вам? Вот так мы с вами будем говорить каждый день. Ну, за исключением, если я не смогу выйти в эфир по какой-то причине. Вот, вот и вот. Вы создали вот это все вместе со мной. На заднем плане это масляная работа. Да, это масло. Об этом я покажу подальше. Да. Ну что, я с вами прощаюсь. Многим пора уже отдыхать. Я не знаю, у кого какое время суток. В Америке сейчас у нас 6 часов вечера всего лишь. Я могу еще писать и писать. В России, я знаю, уже довольно-таки поздно. И в Германии, да, Лена? В Германии тоже уже поздно. Девчонки, мальчишки, а также их родители. Я вас жду на следующую встречу. Обязательно смотрите на наши рассылки наши, на мои. На мои обе страницы. Я буду выставлять. Вот, Светлана, час ночи, представляете? А мы как уралищем на шарах летаем. Уже улетели. А у Елены вот почти 10. Кстати, вы мне скажите, а то я, может, сильно так ору, а то я так кричу, кричу. Может, кричать не надо, вы меня и так хорошо слышите. А то я как будто к вам туда за океан. Все, я всех благодарю. Мне было очень приятно. И без вас я бы ничего не сделала. До встречи. Пока. Пока. Благодарю.